Где-то год назад, Агиле, я очень хорошо помню, когда у нас командир Главного управления разведки Кирилл Алексеевич Буданов сказал, что наш выход вести асимметричную войну с россиянами. И это было совершенно параллельно сказано с тем, как вы просто уже настаивали на этом, потому что вы об этом говорили намного раньше, как в собственной и адроновой войне, как наша возможность вести асимметричную войну. Но есть вопрос по поводу асимметричной войны, и меня, честно говоря, удивляет, почему при наличии, наши бойцы даже говорят, что у россиян прекрасный рэб, и он очень хорошо работает. И меня удивляет, почему при наличии вот этого прекрасного рэба наши дроны долетают до их заводов, до их нефтебаз и так далее. А в связи с этим вопрос, могут ли они точно так же, как они делают там с танками, когда они восстанавливают и старые, и ставят защиты и так далее, могут ли они точно так же быстро организовать промышленное производство рэбов и защитить свою территорию от украинской асимметричной войны? Нет, абсолютно. Почему? Нет, абсолютно. Хотя у них есть очень хорошая возможность. Система называется Поли-21. Это система малогабаритных датчиков, которые установлены на вышках сотовой связи, и определенную область, они охватывают там, и не работают ЧПС-7. Дело в том, что Россия огромная страна. Огромнейшая страна. Это первый фактор. И устранение они не опутывают. Это первый фактор. Второй фактор. Нет такой системы адресторной борьбы, которая бы воспрепятствовала полноценной работе дронов. Есть система рэб, которая глушит наведение соску. Окей. Но у трона есть мозги, и с курсовой системой он летит по координатам. Есть система, которая блокирует линию управления. Но так и так трон, который летает на дальние расстояния, он не общается по радиоканалу с оператором. Дальность действий ограничивается до 150 километров радиовидимость. Поэтому это будет неэффективно и невозможно. Вы знаете, радиоактивная борьба, я всегда говорил, что это эффективность 30-40% максимум. То есть она была эффективна 30-40% 2-3 месяца тому назад. А после того, как на обе стороны, кстати, и ваш противник стали применять системы с искусственным разумом, то там вообще эффективность радиоактивной борьбы падает вообще до нуля. Почему? Потому что дрон летит в определенную область без контакта с оператором. Переходит в определенную радость. Там же точность его выхода на цель значения не имеет. Начинает искать. В его памяти забитый контрутанк. А он танк увидел, окей, пошел удар. То есть радиоактивная борьба это не панацея. Панацея против дронов его физического уничтожения. Поэтому я давно уже рекомендовал украинской армии пулеметы Браун переделать их для использования именно на линии фронта в тактической зоне 3-40 километров. Да. Какие-то шаги есть, но мало. Вчера показали видео, как уничтожили вашу салу Богдана. Вот если бы там было бы два мужика, два боевика с пулеметами на хаммерах, они бы этот Богдан не сохранили. А много вы в Богдан выпускаете месяц? То есть вместе с дронами надо хотя бы половину усилий потратить на то, чтобы антидроновые свои возможности увеличить. Рэб это не панацея. И по поводу Таурусовой асимметричной войны. Мы же рассчитывали на Таурусы, а с ними задержка выходит. И господин Шоль вчера сказал, что он против поставок этих ракет Украине. Он добавил, что его очень, дальше цитата, раздражает отсутствие баланса между тем, что действительно необходимо сейчас, и дебатами об этой одной системе. И дальше он сказал, что Украине действительно не хватает, так это боеприпасов. По вашему мнению, какую роль должны выполнить Таурусы? И опять-таки, это достаточно такая популистическая тема или на Таурусы можно ставить? Замечу, давайте обратим внимание, что почти около трех месяцев ваше руководство, ваше военное не говорят о Таурусово. Этому две причины. Первая причина. В отличие от популистической Франции, Германия серьезно и финансово поддерживает вас. Она лидер на данный момент в помощи вам. И она дает вам то, что вам надо. Это и ателлические системы, это и противовоздушная оборона, и различные транспортные средства. Что касается Таурусы. Таурус – это крылатая ракета, да, звуковая. Она не даст того эффекта, который может дать, скажем, ракета «Атакмс». А таких ракет у Германии нет. Вот что вам в Шадеу сказали, NG и Таурус – это звуковые крылатые ракеты. Современная противовоздушная система противовоздушной обороны с эффективностью более 0,8, в зависимости от комплекса. Сбивать крылатые ракеты – это их типовая цель. То есть Таурусы, они вам не особо сильно помогут. Ну, дадут вам их 50 штук, 40 штук, как бы отстреляют, собьют, действуют по ту цель. А что это означает? Это означает, что, вот, скажем, в Германии был 1 миллион евро для помощи вам. Это 1 миллион евро они потратили неэффективно и неэкономично. Так что, как тут с Шольцем не согласиться? Это не знающие люди занимаются популизмом. Вам нужны «Атакамсы» и боеприпасы. Крылатые ракеты – это в этой войне, в которой все время меняются технологические развития идет. Крылатые ракеты – это не та средство поражения, которая с большим долей вероятности преодолеет подсвоздушную оборону противника. Я так понимаю, что там было что-то, что если Германия дает Таурусы, значит, Соединенные Штаты Америки разблокируют поставки других крылатых ракет. Или, может быть, я ошибаюсь? Нет, нет, прямой взаимосвязи нет. Американцы вам не дали. Конечно, американцы вам дали «Атакамсы» ранних серий, вы их отстреляли по Крыму. А вот то, что они не передают дальше, это из-за пакета помощи, который застрял, который республиканцы хотят подписывать. Ну, там тоже. Кому война, кому мать родная, политические игры все на вашей крови устроили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!